МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Анна Белкина. Сегодня у нас в гостях Диана Дударева, сотрудника Историко-Краеведческого музея Кировска. Диана, привет! Привет! Готова поделиться секретами? Смотря какими. Ну, какими-нибудь. Может быть, не всеми, но хотя бы частью. Ну, как скорпион, я, конечно же, скажу, что готова, но на самом деле очень многое оставлю за собой и не расскажу. Диана Дударева по знаку зодиака скорпион родилась в год лошади. Планета управления Плутон, камень-аквамарин, стихия вода. Девиз «Я так хочу». Женщина-скорпион-лошадь обладает ораторскими способностями. Это яркая личность, которая будет стремиться к признанию. Для этого она имеет все возможности – трудолюбие, силу воли и целеустремленность. Ответственная и исполнительная сотрудница. Старается узнать как можно больше нового. Не представляет жизнь без уютного дома. Отмотаем время назад немножко и вернемся в твое детство. Расскажи, пожалуйста, кем ты мечтала стать и вообще какой ты была в детстве, девочка? Я хотела быть милиционером сначала, следователем, потом военным. В 16 лет я ездила на медкомиссию в Мурманск вместе с мальчиками из нашей школы. И я не прошла по зрению. Расстроилась, наверное? Я плакала, и все на меня смотрели как на сумасшедшую. Потому что я с детства хотела пойти в армию, ездить на танки, стрелять из автомата и кидать гранату. Закончила ты школу? Как у тебя дальше жизнь складывалась? Куда решила поступать? Ну, раз военное не дали? В технический вуз, потому что я гуманитарий. Так если гуманитарий, почему же тогда все-таки технический вуз? Чем логика? Гуманитарные науки мне и так давались. Я решила подтянуть физику, химию, точные, естественные науки. Но и заодно, конечно, мне не хватило опытов в школе. Захотелось похимичить. А опыты как-то интересно в школе проходили? Нет. Скучно? В школе что нам там дадут? Пробирочку поиграть. Под присмотром учителя все это же опасные вещи. А зато в институте, ух, у нас же кафедра шикарная. Столько оборудования, эфир получать, воспламеняющиеся вещества. А что за факультет было и где ты училась? Я как северянка училась в Академии Холода. Здорово. А как факультет твой назывался? Пищевой промышленности. И ты как-то потом видела себя в дальнейшем в пищевой промышленности? Мне просто нравится эта тема. Я себя не видела. Ну, ты упомянула, что у вас там такие интересные опыты были. То есть, вот как они для тебя без последствий прошли? То есть, не было, как в фильме, много, мало? Вот лично у меня не было. Но однажды, помню, старшекурсница уронила вот чан с пробирками, в которых была соляная кислота. Это все разлетелось. И мне на колготки стрелки сразу пошли. Я рассверепела, говорю, купили у меня колготки. И после окончания вуза, куда дорожка повела? Ой, где я только не работала. А с чего начала? Не, ну, я поработала по специальности на молочных заводах. Меня туда звали. Но там были проблемы с жильем. А там это где? В городе Сыктывкаре. То есть, далековато достаточно. Какая разница? Мне было все равно. В Сыктывкаре было проблематично с жильем, и я решила вернуться домой. На родину? То есть, позвала родина? Да. Приехала сюда, и тут куда решила себя? Где себя решила применить? Да никуда. Я всегда плыву по течению. Меня как-то само все находит. И что тебя нашло здесь? Меня музей нашло. Ну, им вообще-то нужен был человек с какими-то, ну, хотя бы маломальскими знаниями в области оформления. А у меня там полтора года художественной школы. И я могла, из тех, кто был в музее на тот момент, ну, может быть, красивее всех нарисовать буковки. Хотя, конечно, не художник. Или там приклеить что-то куда-то, чтобы было, о, красиво, и ровно вырезать. Я больше была сначала оформителем. Но у нас музей маленький, поэтому... Ты очень быстро все оформила. Нужно заниматься всем. У нас нет специализации. То есть, если ты оформитель, ты еще должен как-то заниматься и научной деятельностью, и повседневной, рутинной музейной деятельностью, и учить экскурсии. Познакомились, достаточно интересная история. Я пришла перед Новым годом работать. Диана в этот момент оформляла музей сякой, мишурой и красивостями к Новому году. И она забежала и говорит, у тебя кот есть? Я говорю, нет. Ну как нет? Надо. Вот так вот, собственно говоря, состоялось наше знакомство. Больше моя специализация – это туристы и сложные подростки. Я в основном сама хожу в горы, поэтому могу найти общий язык с туристами, и я знаю, что им интересно. Именно туристы – рюкзачники, как их называют, те, кто летом приезжает. Ну вот, говоришь, сама хожу в горы. Как давно ты стала туда захаживать, и насколько хорошо изучила наши рельефы кибинские? Ну, со школы. Мы с подругой обманывали иногда. Ой, я сейчас скажу. Ее мама услышит. Ну, сейчас уже можно, уже много лет прошло. Мы ее маме говорили, что идем ночевать ко мне. И моя мама, например, когда была долго на работе, иногда в командировке уезжала, в экспедиции с ночевкой. Вот, и мы говорили подругиной маме, что идем ко мне с ночевкой, а сами убегали в горы на всю ночь. И не страшно было все-таки девчонке, школьнице? Тогда было не страшно. Сейчас я с ужасом вспоминаю, как мы вообще без карты, по направлению, по Азимуту, не зная дорог, ничего. О, красивая гора, не сходить ли нам туда. Там говорим родителям, что идем за ягодами на Айко и Венчор, а сами на Академическое озеро. Тогда еще не было. От Кировского рудника можно было через Лопарский перевал пройти. И довольно быстро доходили туда-обратно. Вот мы так бегали. Ни разу не заблудились? И с вами ни разу ничего не случилось? Ни раз заблудились. С тех пор я хожу с картой. С медведями-то встречались хоть раз? Пару раз встречалась, да. Ну и как ощущения? А знаете, когда видишь медведя где-то в 50 метрах от себя, но он меня не заметил, какая-то сразу в теле легкость. И я помню, это был самый быстрый подъем в гору в моей жизни, причем по довольно отвесному склону. Мы с другом просто взлетели. Но у нас было оружие с собой. Он мне выдал сковородку, сказал, медведь подойдет, ты его бей. А вот друзей, ты сказала, вот все-таки водишь в горы, да? Вожу. И куда? Куда любишь водить? А я никогда не планирую маршрут. Мы смотрим по погоде, по ветру или по их там каким-то желаниям. Я обычно никогда не говорю друзьям, куда мы идем. То есть секрет будет, да? У них потом паника начинается. Помню наш 100-километровый поход, когда был, за три дня мы прошли. И когда первый день прошел, они спросили, так все-таки куда мы идем? Я показала, где мы на карте. И сказала, мы сейчас вот здесь, а собираемся сюда. Кто хочет вернуться через те болота, через которые мы шли сюда целый день, возвращайтесь. Они меня тихо ненавидели два дня, но с тех пор со мной не ходят. Но теперь вспоминают этот поход, как большой такой подвиг в их жизни. Человек, она прямой. Она никогда не держит камней за пазухой. Если она чем-то недовольна, она всегда скажет прямо и в лицо человеку. Чувство юмора, Дианы, наверное, вы заметили. Это отдельная история. Это человек, который всегда найдет, как пошутить, и всегда найдет нужную ремарку в любом разговоре, чтобы добавить. Ну и как человек... Она непростая. Вот, наверное, такое слово подойдет. Она непростая. При всей легкости общения с ней бывают некоторые определенные трудности. Если она уперлась, если она уверена, что права, она никогда не уступит. Знаю, что есть у тебя книга, ты скромно о ней молчишь, но поэтому я спрошу сама. Топонимик Ахибин. А, это буклет. Почему решила его создать и вообще как работало над его созданием? Ну, по просьбам туристов, которые к нам приходят. Потому что, когда мы начинали делать, еще не было этих планшетов, айподов, айфонов. И тогда люди в основном бумажной продукцией пользовались. Люди ходят, им интересны названия местные, им интересен их перевод. Вот всем известны и многими любимы Айку Айвенчур. Ой, с Айку Айвенчуром сейчас люди будут гневаться шибко. У Айвенч – это небольшая гора, а Чор – это хребет. У Акх – это старуха. Так, по-небратски, ну, так, фамильярно, любя, вот, сам и называли Сейды. То есть, Айку Айвенчур – это хребет у горки Сейда. Один из вариантов, ну, возможно, сейчас ты будешь смеяться, что-то связанное со спящей красавицей, тоже приписывали Айку Айвенчуру. Спящей красавицей тоже. Мы, русское население, придумали такое название, потому что очертания вот этого вот хребта, у которого Кировск построено, да, они похожи либо на лежащую женщину, либо на профиль женщины, но это уже наше романтизированное название. Если поймала золотую рыбку… Съела. Когда на душе кошки скребут? Значит, забыла покормить. А если в душе фейерверк? Значит, я еду в Корею. Я так понимаю, что увлекла тебя эта работа, то есть понравилось тебе составлять… Ну, скорее расшифровывать. Расшифровывать. Не планируешь что-нибудь еще такое замутить наподобие? Ну, нам туристы приходящие говорят, они замахнутся ли вам и на сей дозеро. Ну и как, не замахнутся ли вам на сей дозеро? Это надо ходить, потому что фотографии же все в буклете сделаны мной. И не потому что я так люблю себя как фотографа, а потому что я знаю, сколько проблем будет, если, не дай бог, возьмешь чью-то фотографию. Сейчас тебе нравится твой домашний график, что ты в декрете. Расскажи о своих детях. Вот, у тебя их двое? Они маленькие. Насколько маленькие? У меня девочка и девочка. Одной пять, с другой два. И они меня, кстати, сегодня наряжали. А, то есть они помогали маме собираться? Да, я говорю, как вам вот этот мой образ? Ну, я хотела в более жестком стиле. У нас же все-таки мы дошли от темы-то, еще как-то передача с астрологией связана. И я такая себе, ну, я скорпион, черные цепи, там, это пояса. Они на меня так посмотрели, и старшая говорит, ты на маму не похожа. Иди, другое. То есть забраковали, наверное. Да, забраковали. Вот, и в социальной сети я прочитала какие-то у тебя очень необычные имена у детей. Вот, расскажи, пожалуйста, как твоих дочерей зовут? Дорослава и Гордея. Гордея, кстати, это не я имя придумала. Посмотрите мультик «Аленький цветочек». Там вот эта старшая дочка, нехорошая, которая потом младшую Настеньку погубить хотела. Не погубить, а вот нехорошо с ней поступила. Вот ее звали Гордея. Но мне имя понравилось. Первое имя? Да, Рослава. Рослава, да? В социальной сети звучит как Перуника. А, Перуника – это домашняя. А, то есть есть официальная, а есть домашняя, да? А у младшей дочки тоже есть официальная и домашняя? Нет, она гордейка. Гордейка? Она гордейка, и она себя так ведет, что все думают, что мальчик, когда она ходит на улице, поэтому… Ну, мне все равно. Ты сама-то человек, который любит скакать по горам, ходить в походы. У тебя такой же там вольный стиль воспитания дома, как вот ты, помня себя, убегала, не спросясь родителей, если твои дети будут так поступать. Думаю, их все наоборот будет. Они уже не хотят. Я с собой их таскаю, ну а куда их девать? Вот сейчас мы разговариваем, они одни дома сидят. Уголовное преступление, между прочим. То есть самостоятельные такие, да? Нет, они мультик смотрят. Им лишь бы мультфильм, чего вы детей не знаете. Ну, говоришь, таскаю их с собой, то есть в горы, в походы. Ну да, они не очень это любят. Лучше на площадке. Ух уж эти площадки. Какие у тебя есть увлечения, хобби? Чем увлекаешься? Я увлекаюсь кинематографом, но очень специализированной частью. Я думаю, что меня сейчас, наверное, поймут и простят только подростки, потому что я на корейской волне. Вот, я увлекаюсь кинематографом Южной Кореи. Голливуд я, например, и наше кино давно не могу смотреть, потому что вот читается, видно эти все шаблоны, киноцитаты, знаешь, куда повернет, даже если в шапке к фильму написано триллер. Это триллер, что ты предсказывай бы сюжетом. Называю три варианта, обычно один из трех вариантов. То есть неинтересно тебе. После корейского кино с их просто вот этими вот взрывными, необычными ходами, с этим их странным мышлением. Ну, смотреть мне, честно говоря, даже уже европейские триллеры или такие вот драмы скучновато. Все предсказуемо. Дети у тебя тоже корейские мультики смотрят или все-таки разные пока еще? Они все подряд смотрят. Ну, они любят... Дети у меня предатели, они любят Миядзаки. Япония наш враг, наш с Южной Кореей. И вот дети любят Миядзаки, но я не могу им в этом препятствовать. Плавно очень подходим к той части нашего диалога, собственно, с чего мы начинали, с гороскопа. Вот красной нитью просто у нас сегодня во время беседы. У тебя очень своеобразные отношения, насколько я понимаю, с гороскопом. Давай-то ты сама расскажешь, кем ты являешься по знаку Зодиака и в какой год ты родилась, чтобы я уже даже, так сказать, не посягала. Может, табличка выскакивает в самом начале такая. Диана, лошадь-скорпион. Я к астрологии отношусь серьезно, но к серьезной астрологии, которая... Вообще-то наука очень нудная, она такая же скучная, как юриспруденция, вот для меня. В ней столько же расчетов, как в математике и астрономии. Но сейчас расчетами занимаются машины, компьютеры, специальные программы. И у каждого человека есть своя карта. Это не вот это, что мы покупаем, журнальчик гороскопов-то. Вы телец, вы овен, сегодня овна, там неудача в любви, телецы, будьте осторожнее на дорогах. Ну, это вот давать настолько общие советы людям, исходя из того, что они родились в какой-то месяц, какого-то года, это очень странно. И серьезные астрологи, конечно, относятся, они сами довольно-таки иронично к этим прогнозам. Серьезная астрология – это когда известна дата, час, время, место твоего рождения. И тебе составляют специальную карту. Тебе составляли специальную карту? То есть она у тебя есть, да? Да, у меня астролог с 19 лет. Правда, я его потом поменяла на астролога другой школы. Потому что Павел Глоба, он, честно говоря, как-то он… То есть он у тебя не котируется? Ну, я считаю, что он довольно резок в своих суждениях. О, если его ученики сейчас увидят. Но я, естественно, не с Павлом Глобой общалась, а с учеником его учеников, но принадлежащий к той школе. Сейчас у меня такой свой личный астролог, совершенно другого направления. Вот, и… Скажи, а зачем тебе астролог? Вот не могу не спросить. Когда какие-то важные моменты в жизни, и переживаешь, и хочется знать. Естественно, все знать о себе – это и скучно, и вредно. И у астрологии это тоже не получится. Но когда конкретный вопрос есть, например, про беременность, про мою первую, она была сложной. И врачи много говорили такого неутешительного. Не очень приятного. А мой астролог сказал, я вижу, у тебя все закончится хорошо. Можно вообще не расслабиться, у тебя все нормально. То есть астрология, она для меня как планшет. Айпод там, айфон. То есть ты будешь гаджет по жизни? Я не понимаю, как это работает, но оно мне помогает. Я думаю, что Диана будет очень вот из тех старушек, которые сидят у подъезда и находят недостатки в окружающих их людях. А если серьезно, я думаю, что она сильно не изменится. Я знаю многих людей, которые уже в возрасте, имеют огромный творческий потенциал и занимаются также любимым делом. Думаю, что и Диана также будет продолжать творить, создавать новое, креативить. Ну все-таки я рискну задать один вопрос относительно гороскопов. Пусть он будет общий, пусть ты сейчас, может быть, раскритикуешь мой вопрос. Ну, бытует такое общее мнение распространенное, что скорпионы, они такие тихушники-мстители. Что вот не стоит злить скорпионов, потому что он может ничего тебе не ответить, ничего не сказать, но запомнит, будет долго вынашивать, и потом откроет свою книгу «Мщение номер 25» и все-таки отомстит. Нет, книга не нужна, все прекрасно, и так помнишь, да. Опять же, какие скорпионы? Я знаю много скорпионов, которые, махровые скорпионы. Вот муж мой, мама моя. Еще одно семейство скорпионов. Бабушка, дедушка скорпион. Это ужас, это серпентарий какой-то. А ты добрый скорпион, да? Нет, а я скорпион, я стрелецкий скорпион. Я не буду вдаваться в подробности, но по гороскопу я даже больше в сторону стрельца. Поэтому тихушничать – это не мой стиль. Я люблю скандалы, если сразу вспыхиваю, ругаюсь, но быстро отхожу, и, в общем-то, обиды потом прощаю, забиваю на них. То есть мстить не будешь? Да, ну его энергию тратить. Я сначала-то, конечно, киплю, ругаюсь, поэтому я очень вспыльчивая, очень скандальный человек. Но это все у меня от стрельца. То есть это все он виноват, да? Не виноват, это его заслуга. Ну вот, раз мы уже заговорили о качествах, тогда плавно перетекаем в заключительный вопрос. По традиции он самый интересный. Какие из твоих качеств тебе нравятся в самой себе? За что ты готова себя похвалить? От чего бы все-таки хотелось бы отказаться? За что себя можно пожурить, поругать слегка? Я честная, это все знают, но слишком честная, и это плохо. Почему это плохо? Ну, как-то я не вижу границ иногда, говорю то, что думаю. Это мешает иногда, да? Ну да, я знаю, что мне никогда не занимать ругодящих постов, например, потому что вот ссорюсь с начальством постоянно. Но спасибо девочкам в музее, они уже давно с этим смирились, они мне этот грех прощают. То есть вот правду лепить в глаза, да? Ну еще я вспыльчивая, да. Ну вот то, как раз о чем говорили. Ну да. Вот, но это вот, скажем так, со знаком минус твоей черты характера. Похвали себя за что-нибудь. Ну я честная. Опять-таки. Я правдолюбка. За это меня люди доверяют. То есть с одной стороны не очень хорошо, с другой стороны все-таки хорошо. Да. Я вспыльчивая. Это очень хорошо для здоровья. Я покричала, пошумела, успокоилась и снова добрая. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла. Несмотря на то, что дети в одиночестве смотрят мультик, рискнула все-таки, поделилась некоторыми своими секретами. Желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях. Спасибо. На сегодня это все. Очень скоро увидимся. Будем встречать следующего гостя, который поделится своими секретами. Редактор субтитров А.Семкин